А у нас сегодня ночью было минус 38 градусов Можно туда даже заглянуть Вовнутрь У нас здесь весело Армированный скотч, величайшее изобретение человечества Ой-ой-ой Печально, ну будем надеяться, что все хорошо, что все обойдется Самое главное, что руки, ноги, шея, все целое было Народ уже поехал А у нас сегодня ночью было минус 38 градусов Кто-то говорил минус 40, ну 38 было точно У меня моя погодная станция, где она? Вот здесь Она это зафиксировала Но это здесь в низине минус 38 Наверху, конечно, теплее Конечно, когда морозы, добавляются различные ЧП И сейчас в приисковом нет электричества Его отключили ночью, где-то под утро в 4 утра И до сих пор уже 12 часов у нас сегодня поздний выезд В связи с тем, что сильный мороз До сих пор электричества нет Гостиница постепенно остывает В гараже тоже нет электричества Сейчас вот собираемся вот во тьме практически Вообще мы стараемся не выезжать, когда температура падает ниже минус 20 градусов Каталка в такой мороз так себе Это из разряда преодолей себя Плюс страдает техника, да и некомфортно Но если такие погодные условия, как сейчас Синее небо, яркое солнце И в горах будет по-любому тепло То, конечно, в такой мороз выезжать можно Но... Ребята, вон уже поехали Конечно, в такой мороз выезжать можно Но самое главное делать это из теплого гаража То есть выезжаете из теплого гаража Быстренько выскакиваете куда-то наверх на солнышко И там уже тепло Ладно, не будем терять времени Погнали в город Видно, как парит выхлоп Это потому, что в гараже холодно И на улице снегоходы тоже парят Чем выше в горы заезжаем, тем становится теплее Уже мороз не ощущается Конечно, за прошедшие дни мороз сделал свое дело И снег сильно сел Но все равно нетронутые склончики Очень даже мягкие Так, ну что же Мы спускаемся в ручеечек И здесь уже аж солнце палит Вот я сейчас снял шлем И чувствую, как тепло на солнце И перчатки нагреваются черные Прямо тепло ощущается Нет никаких здесь там 30, даже 20 нет Я думаю, 15 градусов Зря я, конечно, теплый комбез надел Но, тем не менее Значит, собираемся сейчас и поедем Там у нас не катано Потому что, ну кто в такой мороз катает Только мы Суберская погода Вот только стоило подняться оттуда Снизины сюда Все Тепло Можно пуховики снимать Можно уже раздеваться начинать Наша банда сегодня большая Как обычно В общем, ладно Едем дальше Спускаемся Можно даже костерок сделать Жаришка здесь, ребят Жаришка, прям нормально Александр на 147 Сань Почему ты не на Polarisе сегодня? В рацию Холодно, холодно для Polarisа Холодно для Polarisа Да, Polaris минус 25 Плохо переживает По крайней мере, когда у меня был ProRide Ниже минус 20 Мы не катали Именно эта вот планка была Что если выезжаешь там 22, 23, 25 То с большой долей вероятности Потом будешь капиталить мотор Сейчас, конечно, уже другие снегоходы Но, тем не менее Эта вот осталась Минус 20 Некомфортно кататься Хотя сейчас здесь там, я не знаю Градусов 15, наверное И вообще замечательно И сейчас Лавинная опасность Очень высокая Посмотрите Вот этот слой Разваливается весь Оп-оп-оп-оп Вот Сантиметров где-то 10-15 Такая ветровая доска Задутая То есть шел снегопад Потом ветер Мороз Вот это все Как бы утрамбовало А под ним Пустота И, соответственно, конечно Склончик вот этот Может сойти Я здесь вот проехал Туда дальше угол Уже больше мы туда не лезем Здесь тоже Как бы я проехал Ребята посмотрели Все Хорош Поехали вот туда Чуть подальше Там уже угол поменьше Меньше 20 градусов И, соответственно, вот Противоположный склон Тоже будем катать Эти Не трогаем Все Едем дальше Ой-ой-ой Это было красиво Не, ну здесь нет деревьев Поэтому, в принципе, все безопасно Можно отпускать Просто идти еще оттуда Не очень А вот если бы чуть-чуть подальше Или вот туда Там-то Очень редко бывает Такая картина Когда Сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Вон там В кустах Шесть Снегоходчиков Одновременно застряли При том, что Сегодня снег такой Не для застревания Но, тем не менее Такой, казалось бы Лайтовый склончик Ну, все Почему-то Попадали Саня там На 147 Ждет Это гидование Лайт Вот так и накатываются Навыки Прошли школу Потом нужно Вот Заехать на такой склон Обязательно застрять Откопаться Еще раз застрять Еще раз Откопаться И будешь ездить Просто отлично Дергайте лучше Вы не дергаете Что-то говорят Вы салтурите Ну Не дергайте Дергайте лучше Че вы Давай вниз Давай Давай Даю Вот 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 так Надо дергать Еще одна Наша локация Мы что-то Там покатали Здесь покатали Здесь покатали Хотя я вообще Один склон Только планировал катать Потому что Ну типа холодно А по факту Приехали И не холодно Мне даже Сейчас вот Жарко Я даже Вентиляшку Немножко открыл Ну Наверху Я сейчас Наверх заехал Там вот тот Ручей Мы внизу Катаем Здесь Продувает Немножко А вот внизу Прям вообще Жара И все Практически Некатно Вот там Группа Еще Альтернативная Катается Заехали На противоположный Склон Немножко Катанули И все По сути дела Вся река туда Она не катанная Почему Потому что морозы Потому что никто не едет Приисковый пустой Сейчас еще и Пустой И замерзший И холодный Уезжали До сих пор Не дали свет Авария на ЛЭП Которая идет К приисковому Там что-то серьезное Случилось В общем Не факт Что вообще Сегодня дадут Соответственно Отрубилась Коттельная Отрубилось Все Что зависело От Электричества Соответственно Нет тепла Нет света И вообще Туда смысла нет Сейчас ехать Конечно Надо катать Пока есть такая Возможность Завтра еще теплее Послезавтра Еще теплее А дальше уже Март И домой В общем Ладно Катаем Эх А когда-то Я на таких Снегоходах Катался Ретро клуб Хороший Снегоход Для своего Времени Был На прошлой Неделе Мы катали Именно В этом Ручье И наши Следы До сих Пор Видны Хотя Был Большущий Снегопад И Когда Под снегом Ловишь Старый След Очень сильно Бьет Крум И не помогают Даже Мои Любимые Ёлки Амортизаторы Elkastate Четыре Которые Стоят На моем Снегоходе В морозе В мороз Конечно Пластику Достается Потому что Пластик Он становится Очень хрупкий При минусовой Температуре И у нас Здесь Небольшая Проблема Вот Такая Да Сломался Курок Газа Но не Сам Курок А Куда Он Крепится Вот Эта Вот Штука И Соответственно Что мы Делаем Сейчас Мы Снимаем Остатки И Трос Газа Приматываем К рулю Это Неправильно Но Хотя бы Позволит Доехать До Дома Вообще С тросом Газа Очень интересно И он Может Назад Не вернуться Если Примотать Как-нибудь Неправильно Поэтому Очень Осторожно Нужно И У меня В запасе Я вожу Всегда Запасной Курок Но Здесь Они Не Помогают Потому Что Сама Машинка Развалилась На Заметку Нужно Эту Штуку Собой Возить Так Вот У меня Здесь Посмотрите Что Есть У меня Есть Полностью В сборе Курок Тормоза Стандартный Курок Газа А где Еще один Еще один Должен быть Маленький Видимо Уже Использовали Значит Курок Газа Нужно У меня Лежит В шкафчике Полностью В сборе Еще один Вот Надо было Его сюда Положить А не Этот Так Ладно Это нам Не нужно Нам нужен Скотч Армированный Вот Кстати Вот самая важная Туалетная бумага Тут еще много чего есть Фонарик Запасные перчатки Короче Ладно Давайте мотать Важно Чтобы он Был Вот здесь Вот так Зафиксирован Сейчас он Не нажимается Соответственно Нам надо Вот здесь Именно Еще нужно Чтобы при повороте руля Он нечаянно Не нажался Я думаю Вот так сделаем Вот здесь Мотнем И все Армированный Скотч Величайшее Изобретение Человечества Нужно Соблюсти Вот это Чтобы он Назад возвращался И нажимался Полностью Вот Еще потом Сверху Нужно Так Полностью Не нажимается Вот Вот Так вот Еще разочек Как новый Надо Сейчас Еще Немножко Проехать Вернее Повернуть Руль И посмотреть Как он Тебя ведет Да Как он Поворачивается При повороте руля Не закусывает Главное Чтобы он не перетерся Где нибудь Не перетерся Трочка Хватит Точно Главное Чтобы он Не закусывал Все Все Пробуем Не закусывал Все, починили снегоход. Это все благодаря конечно же инструменту Snow Division и армированному скотчу. Величайшее изобретение человечества! Я уже несколько таких мотков за сезон измотал. Едем дальше. Ого, вот этот снежок здесь ребятки. Здесь все хорошо у нас. Такой склон. При исковом снега нет. Факт, факт. А вот там тот еще больше снега. Но там он уже покруче и поменьше. А здесь склончик туда уходит на километр. Но чем выше, тем там задутие. Вот здесь прямо такой пухленький хороший снежок. Ну, неделя снегопадов конечно дает у себя знать. По такому снегу еще можно немножко пройти. Как бы он идется, идется. Так, ладно. Кулинарное шоу с Алексеем Новиковым опять в эфире. У нас сегодня костерок. Решили сделать... А почему нет в принципе? Хорошая погода, штиль и в принципе не сильно холодно, но тем не менее решили сделать костерок. И так как у нас костерок, у нас сегодня тевтели в томатном соусе. Такие консервы. Очень вкусные, полноценные. Второе блюдо прям получилось. Все это на костре разогретое, горяченькое. Чаечек. Горячий. Хотя с утра чай кипятили на газу. Прям достали газовую плитку, кипятили, потому что света не было. Соответственно, завтракали тоже вот так же. Как горячо. После тевтели, мне кажется, лучше только стейки будут, потому что реально вкусно в томатном соусе. Пока мы обедали, один наш товарищ решил пильнуть соседний склончик и застрял. Просит помочь. Мы поехали помочь, естественно. Но не тут-то было. Ой-ой-ой. Поехали вниз вместе со снегом. Да. Ваденько. Первая попытка неудачная. Там какой-то очень мягкий надув, в который я провалился. Ладно. Еще разочек. Капойер. И поехали поперек склона. Склон неравномерный. То бетон, то мягкий склон. Вон наверху еще кто-то сидит. Аккуратненько. Здесь останавливаться неправильно, поэтому заеду лучше сверху. О, там еще один снегоход лыжами вверх. И так, это тот же ручей. У нас здесь весело. Прямо веселуха. Конкретно. Ну что, давай двигай. Давай. Ну тут склончик так себе, я скажу. Нормальный угол. Хороший. И с этой стороны угол хороший. И с этой. Прямо суперский ручей. Я сейчас здесь конечно исполнил надув такой. Отлично катаешь. Это гидование лает. Я там нужен, да? Да, да, да. Зачем? Нужна помощь. А, чуть назад его. Все, все, понял. Сейчас подойду. Снегоход ехал сверху вниз и уперся рычагом в дерево. Как поступить в этой ситуации? Во-первых, разворачиваем его вниз по склону. Если это вам удалось сделать, то просто оттаскивайте от дерева, переворачивайте и едите дальше. В данном случае нам никак вниз его не развернуть. Поэтому пробуем оттащить от дерева, чтобы лыжа вышла из зацепления с деревом. Втроем не хватает мощности, чтобы отодвинуть снегоход. Снегоход все-таки тяжелый. Поэтому еще больше наклоняем его вниз, чтобы лыжа постепенно вышла из зацепления с деревом. Но проблема здесь в том, что внизу тоже дерево. И сильно вниз снегоход не наклонишь. Пытаясь загнуть лыжу, чтобы она вышла из за дерева. Но не получается пока что. О, пошла! Ура! Отлично! Дальше нужно спустить снегоход по диагонали влево и не допустить, чтобы он перевернулся. Потому как, если он перевернется, он упрется приборной панелью и рулем в дерево. Поэтому применили вот такую конфигурацию. Один тянет за нижнюю лыжу, я за верхнюю к склону. И постепенно стаскиваем его вниз. Таким образом мы не допускаем переворота снегохода вниз, чтобы снегоход не упал на деревья. А дальше остается только газануть как следует. Вот и все! Снегоход на свободе. Лифт там Саня делает. Фу, вот это каталка сегодня! Ой, ебанее! Иван! Вот это да! Ладно, едем дальше. Во-во-во-во. Во-во-во-во. Мы так любим, да! Одна... Реально, одна береза. Ну да. Такие ошибки тоже должны быть, чтобы их потом не повторять. Пенёчек, ребят. Александр шёл на полных ходах, залетел сюда в пень. Вот это он всё пролетел в воздухе и приземлился вот там. Снегоход развернуло, ещё не понятно, что там с ним случилось. И Александр очень ушибся крепко. Сейчас отходит, конечно, но очень хорошо зацепился. Нужно всегда аккуратненько, аккуратненько. Я прям гусянкой. Гусянкой? Ну ещё сейчас посмотрим, там может рельсы приехали. В пень вообще, конечно, ужас ужасный. Такой торчит, он большой, он не гнётся, прям толстый. Печально. Ну будем надеяться, что всё хорошо, что всё обойдётся. Самое главное, что руки, ноги, шея, всё целое было. Достается снегоходу. Ну на первый взгляд всё вроде как и хорошо. Никаких повреждений. Колёсики целые. Здесь всё целое. Ну может амортизатор отработал хорошо. Ладно, поехали, народ собирает и туда. Я сейчас езжу наверх. Вот мороз что делает, ребятки. Небольшая веточка и всё. Капот. Можно туда даже заглянуть вовнутрь. О, там всё в снегу. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. В общем, в мороз прямо техника страдает. Чтобы видно было вот так вот. В мороз техника страдает. Если бы это было при там минус десяти, то вполне возможно, ничего этого бы не было. Просто капот выщелкнулся и всё. А так трещинки. И я также несколько лет назад сломал капот. В дерево въехал. У меня там посерьёзнее было. Такие дела. Итак, мы ещё в этом ручье. Уже час. Часть народ наверх поднялась. Часть ещё там за поворотом сидит. В принципе здесь ручей лайтовый. Вообще вот просто едешь как по дороге. Но силы уже закончились и соответственно... Так, стоп, стоп, стоп. И соответственно уже начинаются ошибки. Вот. Поэтому важно рассчитать силы до конца дня. Случилось у тебя? Всё, там опять. Опять засадки. Ладно. Всем пока.